Здравствуйте, уважаемые наши подписчики, уважаемые телезрители. Мы находимся с вами в редакции газеты Орехово-Зуевской Правды. Меня зовут Владимир Певцов. И сегодня у нас очередной гость. Это Елена Афросимова, руководитель детского технического... Центра детского технического творчества. Я все время путаю. Почему я спрашиваю? Потому что об этом центре я... Ну, он существует уже давно, а я о нем узнал буквально года два назад, благодаря постам в Инстаграме. Вот расскажи об этом центре. Ну, начнем с того, почему узнал так поздно, да? Хотя центр работает действительно очень давно. Потому что в этом центре работают очень скромные и замечательные люди. Когда я пришла работать в эту организацию, первый вопрос, который я задала, почему о нас никто не знает? Они говорят, ну а зачем? Мы делаем свою работу, нам нравится этим заниматься. Дети к нам идут, а зачем больше? Ну, решили, что больше надо. Вот. Центр занимается направлениями технической направленности. Начиная от бумагопластики и заканчивая современными лазерными технологиями. 3D-конструированием, 3D-моделированием. Ну, судомоделирование, авиамоделирование. Об этом, наверное, знают много. Да, и это очень интересно и замечательно. Кто ходит в этот центр? Школьники, дошкольники, кто? В наш центр могут ходить дети в возрасте от 5 до 18 лет. Независимо от того, какое общеобразовательное заведение они посещают. Посещают детский сад, либо школа, либо высшее учебное заведение. Вот исполнилось 18 лет, уже, к сожалению, мы должны расстаться со своими ребятами. Но они, кстати, все равно нас не бросают. Нас помнят и приходят. Многие, между прочим, возвращаются к нам работать. Это класс. Смотри, я постоянно читаю о вашем центре в Инстаграме. И что не пост, ну, через один уж точно, наши выпускники, наши учащиеся завоевали здесь награду. Получили здесь диплом. Как удается? Или это действительно талант учащихся? Ну, для начала это, конечно, нет. Сначала это талант ребенка. Но талант любого ребенка, будь это хореография, будь это техническое творчество, все равно его нужно раскрыть. А раскрывает у нас кто его? Педагог. Дети приходят к нам, повторюсь, начиная с 5-летнего возраста. А достигают вот таких вершин уже в 14-15 лет. Сами понимаете, что это большой, тяжелый, 10-летний труд. Конечно, есть звездочки, которые приходят к нам, ну, в достаточно взрослом возрасте и начинают обучение уже сразу с быстрого старта, с больших побед. Елен, ну, вот ты являешься директором этого центра, соответственно, быть у воды и не напиться никак нельзя. Ты сама что-то делаешь там? Да. В этом центре? Да, делаю, делаю. Конструируешь роботов там, самолетов? Первый предмет, который год назад я начала изучать, это робототехника. Занимаюсь с мальчишками в возрасте от 10 до 11 лет. Конструктор Веда 2.0. Честное слово, 5 лет назад я даже не знала такого слова. А сейчас это для меня такое увлекательное, замечательное дело, когда из маленьких кубиков мы с ребятами можем создать квадрокоптер, да, или прототип машинки-стоматолога. То есть здесь уже фантазия не ограничена вообще абсолютно ничем. Вот, это класс. Вот, изучая параллельно лазерные технологии, мне очень нравится. Ну и, конечно, лазерный станок. Чтобы долго не рассказывать о его работе, давайте мы вам покажем. Устанавливаем материал в исходное положение луча и запускаем кнопку. Старт! И смотрим, что у нас получилось. Вот такое замечательное ёлочное украшение. Такими игрушками мы украшали нашу новогоднюю ёлку в этом году. Совместно с нашими педагогами мы делали кубки для конкурса Озеро Эскап. Помните, такое в прошлом году проходило? Это когда автомобили, необычные формы, вот это всё. Да, конкурс самодельных аппаратов. Началось с того, что мы решили поучаствовать в этом мероприятии, разработать кубки. Потом мои коллеги, молодые педагоги, настолько заболели этой идеей, что создали свой автомобиль. Кто был на этом конкурсе, видел, что это был самый классный Гелендваген. Вот такой чёрный, мы называем его мечтой педагога. Заняли почётное второе место. В этом году тоже планируем принять участие в этом конкурсе, уже есть свои идеи. Я стараюсь заниматься всем, потому что это интересно. Развиваться нужно в любом направлении. Если ты занимаешься техническим творчеством, ты должна знать всё. Смотри, как работает ваш центр? То есть каждый день есть ли выходные? Выходных нет. Расписание составлено таким образом, чтобы детям было удобно в первую очередь посещать. Основные занятия у нас начинаются на буднях с 4 часов дня и до 8 часов вечера. Суббота и воскресенье мы работаем с 10 часов до 6 часов вечера. Занятия все проходят по парам. То есть ребёнок приходит к нам не на 30 минут, чтобы, допустим, с другого конца города провести долгий-долгий путь. А вы находитесь где? Мы находимся... у нас находятся два здания. Потому что все лежит пункт. Два места наших положения. Да. Первое здание – это улица Егоревская, дом 2. Здесь у нас работают юные инженеры. Все, что связано именно непосредственно, скажем так, с работой за столом. По адресу Фабзавыча, дом 7 работает спортивный клуб «Квадрат», который представляет мото-направление. Здесь ребята занимаются всеми возможными средствами передвижения. Начиная от картинга, заканчивая мотоциклами. Учатся не только правилам дорожного движения, то есть постигают азы управления транспортным средством. Но ребята еще занимаются непосредственно ремонтом этих средств. Это увлекательно. Это класс видеть, когда 7-летний мальчишка по локте, измазанной в мазуте, кричит «Я знаю, что такое мотор!». Вот это, ну, такое удовольствие смотреть на ребят, которые занимаются таким делом. Я считаю, что ручной труд в современном, вот, сейчас, обществе, он просто необходим нашим детям. 20-й год, очень необычный год получился. Как вы, как вы, как это, существовали в карантин? Как и все образовательные учреждения работали дистанционно. Конечно, здесь спасла всех платформа Zoom. Мы одни из первых перешли на работу в этой платформе. Наши педагоги с удовольствием откликнулись на это предложение. Дети тоже работали через Zoom. Единственное, что, конечно, с некоторыми предметами, с некоторыми направлениями была проблема. Допустим, та же робототехника. Как работать без конструктора, удаленно от педагога? Тяжело. Как работать по направлению, допустим, квадроциклиста? Тоже тяжело. Тоже практически невозможно. Но мы изобретательные, мы нашли способы, методы, возможности, как все-таки не отпускать наших детей и окончить все образовательные программы вовремя и в срок. А вы сейчас на каникулах, да, весь центр? Нет, не на каникулах. В Орехово-Зуйском городском округе работает одна единственная площадка, онлайн-площадка летнего творчества, на которой работают все учреждения дополнительного образования Орехово-Зуйского городского округа. Ежедневно с 9 часов утра до 2 часов дня педагоги всех центров дополнительного образования проводят всевозможные мастер-классы, дают концерты, консультации для любых вообще желающих, и для взрослых, и для детей. Конечно, в основном наши мастер-классы направлены на работу с детьми. Но если кому-то из взрослых захочется научиться рисовать сирень, да, или поработать там с пластилином, мы, конечно, никому не откажем, приглашаем всех желающих. Площадка будет работать до 1 августа, то есть еще целый месяц есть возможность нас посетить. Расписание мастер-классов и концертов можно найти на сайте любого из учреждений дополнительного образования. Непосредственно у нас на страничке ВКонтакте. cdtt.org.ru ВКонтакте забивайте, находите нас, и там есть расписание. Или в Инстаграме. Или в Инстаграме. В Инстаграме там немножко неудобно, потому что ссылки неактивные. ВКонтакте можно прям по ссылочке уже пройти, и удобно будет коллегам и всем друзьям. Елена Афросимова гость нашей программы, программа, которая выходит здесь, в редакции газеты Орехово-Зуевская правда. А напомню, что Центр детского технического творчества работает в нашем городе, процветает. Спасибо большое. До встречи здесь, в нашей группе, группе газеты Орехово-Зуевская правда.